В Мирзулукбекском районе молодые люди совершили подряд два преступления. По горячим следам подозреваемые были задержаны и заключены под стражу. Подробности в следующем сюжете. Уголовная ответственность – наиболее суровый вид ответственности, к которой привлекаются лица, совершившие общественно опасное деяние. К таким преступлениям относятся тайное хищение чужого имущества по предварительному сговору группы лиц с противоправным проникновением в жилище. Подобные кражи были совершены в Мирзулукбекском районе. В дежурную часть обратился 26-летний Шерзот, сообщив о пропаже сумки из его автомобиля. По факту кражи на место преступления выехала следственная оперативная группа. В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 25-летний Бигзот, 25-летний Бехус и 22-летний Мотыль. Вскоре молодых людей задержали и доставили в управление координацией деятельности органов внутренних дел Мирзулукбекского района. 7 июля мы встретились в Черчаке и приехали в Ташкент. По дороге я увидел, как мужчина, выйдя из магазина, считает деньги. Он сел в машину, мы поехали за ним. Позже он остановился и вышел из машины, оставив окно открытым. Я воспользовался моментом и взял с переднего сидения сумку. В ней было около 500 тысяч сумм. Телефон, наушники и документы. Ценные вещи я забрал, а сумку с документами закинул на крышу магазина. Это было примерно в 1 часов. После мы пошли дальше. Пока я был занят своими делами, ребята куда-то ушли. Я зашел в подъезд, стал высматривать дверные замки. Надыр остался ждать меня на первом этаже. На третьем этаже я увидел китайский замок. Постучал в дверь, никто не открыл. После чего я открыл дверь своим ключом и зашел в квартиру. В спальне на тумбочке лежало 600 тысяч сумм и две коробочки с золотыми украшениями. Я положил все в карман и вышел. Потом мы с ребятами вернулись домой. В ходе следствия было установлено, что из квартиры были похищены золотые украшения на сумму в 83 миллиона суммах, принадлежащие 24-летний Гузаль. Бихрус продал украшения в тот же день на рынке в Черчаке за 28 миллионов суммах. Часть денег он дал Бигзоду, а остальное потратил на собственные нужды. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 2 и 3 ст. 169 Кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Главное управление внутренних дел города Ташкента напоминает, ни одно преступление не останется безнаказанным. Каждый понесет определенные уголовные наказания в соответствии с совершенным противоправным деянием. Редактор субтитров А.Семкин